Добрый вечер. Итоги дня в прямом эфире. Для вас работает Айгуль Адилова. И Сергей Гергель. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. И вот о чем сегодня расскажем. Высшее признание. Ордена, медали и звание лучшим из рук президента. Кого чествовали сегодня в аккорде? Деньги из ЕНПФ. Правила использования единовременных пенсионных выплат снова пересмотрели. Куда и на каких условиях теперь можно направить свои сбережения? Файзер. Второй этап. Будущие мамы получают следующий компонент американской вакцины. О важности иммунизации беременных расскажут эксперты. И начнем выпуск с торжественного официального. В стране в преддверии 30-летия независимости республики вручают государственные награды. В церемонии принял участие первый президент Казахстана. Нарсултан Назарбаев отметил, что праздник независимости является ярким символом достижений нашего государства. Все эти годы Казахстан стремился к масштабной цели ради нашего народа. Мы работали над тем, чтобы страна заняла достойное место в мире, стала уважаемым государством. Горжусь тем, что именно на долю моего поколения выпала великая честь и миссия претворить вековые чани наших предков. Сегодня президент своим указом наградил большую группу наших граждан, в том числе и вас. Для меня большая честь вручить эти награды. Сегодня, на конец Дня независимости, каждый из вас внес свой важный вклад в развитие, процветание Казахстана своим трудом. Награды получили государственные и общественные деятели, а также представители бизнеса. Ельбаса особо отметил заслуги главы банка ВТБ Андрея Костина в деле укрепления казахстанско-российских отношений. Нарсултан Назарбаев указал на необходимость дальнейшего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Россией, подчеркнув особую роль представителей бизнеса в этом процессе. Вручая награду митрополиту астанайскому и казахстанскому Александру, Ельбаса подчеркнул важную роль православной церкви в продвижении межконфессионального диалога, сохранении мира и стабильности в обществе. Госнаграды также были вручены первому заместителю председателя партии Нур-Отан Бауржану Байбеку, исполнительному директору фонда Нур-Султана Назарбаева Канату Джумабаеву, председателю Конституционного совета Хайрату Мами, писателю Дулату Исабекову, председателю управления казмной газа Алику Айдарбаеву, главе Национального научного центра хирургии имени Сызганова Булатпеку Баймаханову, председателю совета директоров компании «Базис А» Александру Беловичу, помощнику первого президента Адилю Турсунову и альпинистке Марии Ауэзовой. Вы все эффективно воплощали, продолжаете притворять в жизнь новые идеи. Благодарен каждому из вас за вашу плодотворную работу. За 30 лет все мы сделали все, чтобы Казахстан уверенно двигался по пути прогресса и процветания. Эти награды – символ признания ваших заслуг перед страной и народом Казахстана. Тем временем и в Аккорде награждали тех, кто внес значительный вклад в развитие страны. Ордена, медали, премии и звания получили представители практически всех сфер жизнедеятельности страны – от здравоохранения до литературы. Президент Касымжумар Тукаев отметил, что за плечами каждого из награжденных большой труд, переоценить который невозможно. Тимур Казагулов продолжит тему. Госслужащие, бизнесмены, ученые, педагоги, врачи, журналисты и блогеры в таком составе собираться в стенах президентской резиденции перед главным праздником страны – Днем независимости – стала традицией. Многие из присутствующих уже не раз бывали в Аккорде, но немало и тех, кто здесь впервые. Потому не могли скрыть волнение. Безупречно должна быть каждая деталь. Переживала перед церемонией шахматная королева Жансая Абдумалик. Она стала самой юной среди удостойшихся высокой награды. Касымжумар Тукаев выручил ей орден Курмет. Очень благодарна своей стране. Для меня это большая честь и ответственность, конечно же. Спасибо за поддержку, за то, что ценят труд молодежи. Этим же орденом наградили главного врача Алматинской детской многопрофильной больницы Марата Рабандиярова. Государственную премию в области науки и техники имени Альфа-Раби присудили разработчику Казвака, гендиректору НИИ проблем биобезопасности кунсулу Закарья. Медработники и ученые за этот год, как и за прошлой пандемийной, провели и проводят неимоверную работу, подчеркнул президент. Последние годы мы очень развиваем детскую нейрохирургию, где такие встречаются врожденные, очень сложные патологии, когда мы не могли их раньше лечить в условиях нашей страны, в условиях нашего города. Но в последнее время, благодаря всем внедрениям и закупаемым оборудованиям, мы уже все реже и реже отправляем наших детей на зарубежное лечение. Учеными нашего института разработано около 70 вакцин против опасных и особо опасных инфекций. Если не мы, то кто? Это был лозунг последних наших лет. Помимо спортсменов и представителей сферы здравоохранения, чествовали и людей творческих, и промышленников. Звание Казахстана Йенбекира президент присвоил гендиректору Касцинка Александру Хмелеву. В компании он трудится уже почти четверть века. Прошел путь от рядового электромеханика до руководителя. Данную награду, я считаю, заработал весь коллектив, все наши почти 30 тысяч работников и подрядчиков, которые все эти годы вместе со всей страной разделяли радости и горести. Ну и понимаю так, что это указание на то, чтобы дальше работали еще лучше. Задание получено, будем исполнять. Вручая госнаграды, Касым Жумар Тукаев подчеркнул, что оплотом независимости и развития Родины всегда были и остаются люди, профессионалы своего дела, отстаивающие интересы общества и государства на передовой. Успех любого государства зависит от его граждан. Государство с мощным человеческим капиталом способно преодолеть все трудности. За период независимости наш народ продемонстрировал сплоченность и патриотизм. Несомненно, наши сегодняшние достижения – общая победа всех казахстанцев. Многие наши граждане внесли весомый вклад в развитие нового Казахстана. В этот знаменательный день я выражаю искреннюю благодарность всем гражданам нашей страны за их упорный труд. Президент также добавил, что государство сегодня выполняет свои социальные обязательства, стабильно повышая пенсии, пособия и зарплаты. 30 лет независимости – это значимая веха в истории нашей многовековой государственности. Важный рубеж в летописи современного Казахстана. За эти годы наша страна прошла большой путь, отмеченный большими достижениями и преодолением сложных вызовов. Подавляющее большинство граждан страны своим созидательным трудом вносят значимый вклад в дело строительства нового и прогрессивного государства. Наша цель – эффективное государство и справедливое общество. Этот стратегический вектор остается неизменным. Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа, укреплению нашей священной независимости. Отметили высокими наградами также деятели искусства, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в числе награжденных и наши коллеги. Орден «Курмет» получила журналист телеканала «Хабар-24» Вера Захарчук. А ведущий «Большой недели» на «Хабаре» Денис Кривошеев удостоился медали «Шапогат». Всего же государственные награды, медали, ордена и звания различного достоинства сегодня получили 64 человека. Еще 550 казахстанцев со всех регионов страны наградили почетными грамотами от имени президента. Каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, на них же и опирается, и берет пример. Подрастающее поколение отметил глава государства. Именно такие люди и укрепляют главное достояние Казахстана – независимость. Тимур Казаголов, Айдос Медельбеков, Мухаммед Алид Ильдабаев при поддержке телерадиокомплекса «Президента». Итоги дня. Глава государства отдельно принял председателя правления Банка ВТБ. Он поздравил Андрея Костина с получением высокой государственной награды ордена Достык. Российский бизнесмен, в свою очередь, сообщил, что за последние два года подписано несколько знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму больше 6 миллиардов долларов. Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании «Казминералс». Также президента проинформировали о перспективных направлениях работы группы ВТБ по организации проектного финансирования, в том числе в области зеленой энергетики. Российский банкир побеседовал и с Нурсултаном Назарбаевым. Глава ВТБ банка поздравил Ельбасе с 30-летием независимости Казахстана, отметив заслуги и вклад первого президента в становление и развитие государства. Рассказал и о работе самого банка в нашей стране и о перспективах инвестиционной деятельности. В свою очередь Назарбаев указал на важность углубления сотрудничества в инвестиционно-банковской сфере. А на встрече с Дулатом Исабековым Ельбасе обсудил вопрос развития казахстанской культуры. Писатель поблагодарил Нурсултана Назарбаева за его постоянную поддержку этой сферы. Первый президент Казахстана в свою очередь подчеркнул заслуги Дулата Исабекова перед Отечеством. Встретился Ельбасе с мастером спорта по пауэрлифтингу альпинисткой, которая, несмотря на инвалидность, поднялась на базовый лагерь Авереста и на гору Калопадхар. А Мария Ауэзова поблагодарила Нурсултана Назарбаева за оказанную поддержку в приобретении бионических протезов, о которых она так давно мечтала. В свою очередь первый президент отметил упорство и целеустремленность спортсменки, покорившей Гималайские горы. Мы после войны в детстве зачитывали с Алексеем Иросиевым, который оказался в лесу по снегу, но он потерял две штопы. Потом так тренировался, вернулся и сел снова в самоле. И ты тоже. Но ты с такими возможностями полезла туда. Я знаю, что это такое. Ну, это был интересный и опыт такой для меня. И вообще я обязательно еще хочу туда вернуться, еще раз пройти этот путь. Вот так? Ты же не знаешь, что это? Ну, я тренируюсь, стараюсь, надеюсь, что получится. Удобно, скажем? Да, они вообще очень удобные. К другим темам. Касым Жмар-Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джосефу Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо в Кентукки и в нескольких других штатах Америки. Глава государства пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в результате буйства стихии. Он также отметил, в это скорбное время казахстанцы солидарны с народом США и разделяют всеобщую приверженность глобальным действиям по борьбе с изменением климата. Тем временем число жертв мощного торнадо в США достигло 94-х. И по заявлениям экспертов эта цифра будет расти. Еще десятки людей пропали без вести. Их поиски сейчас ведут спасатели. Напомню, в эту пятницу на юго-восток США обрушились больше 30 торнадо. Удар стихии сильнее всего затронул Арканзас, Иллинойс, Кентукки, Миссури и Теннесси. Наибольшее число жертв порядка 80 человек зафиксировано в штате Кентукки, где торнадо разрушило свечную фабрику. В регионе объявлено чрезвычайное положение. И вернемся к вручению государственных гранаград в нашей стране. К 30-летию независимости председатель Мажелиса вручил депутатам и сотрудникам аппарата госнаграды, которые присуждены указом президента. Поздравляя депутатский корпус, Нурлан Нигматуллин подчеркнул, что концептуальной основой построения эффективного государства Заложенный Ельбасе, политику которого продолжает глава государства, инициируя масштабные системные реформы для успешного развития страны. За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, спикер вручил орден Парасат Мажелисменам Амангалию Бердалину, Аманжану Жамалову и Ирине Смирновой. Орденом Курмет награждены Азамат Абельдаев, Айкон Кунуров, Айбек Паяев. Заслуги народных избранников также отмечены медалью Ирин Ембегаушин. Своих обладателей нашли и награды парламентских ассамблей СНГ, ОДКБ и Тюркпа. Госнаграды сегодня получили ветераны труда, сотрудники министерств и нацкомпании. Ордена и медали вручал премьер страны. К примеру, орден Барыс получила глава Совета Ассоциаций финансистов Казахстана Елена Бахмутова. Параса отручили вице-министру здравоохранения Жандосу Буркитбаеву и президенту Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрею Лаврентьеву. Оскар Мамин подчеркнул особую роль каждого казахстанца, трудящегося на благо своей страны. Деятелям образования, здравоохранения, культуры и представителям производственной сферы госнаграды от имени президента вручил государственный секретарь. Крымбек Кушербаев также отметил дипломами и нагрудными знаками лауреатов премии в области науки и техники имени Альфа-Араби. Вручая награды, Кушербаев акцентировал, что благодаря упорному и многолетнему труду казахстанцев за три десятилетия сформирован новый имидж страны. Теперь важно сохранить мир и согласие многонационального народа, объединенного общей судьбой и едиными духовными ценностями, заключил Кушербаев. Все это стало возможным благодаря дальновидной политике Нурсултана Абишевича Назарбаева. Вместе с независимостью в обществе сформировалось новое мировоззрение. Сегодня глава государства Касым Жамарт Кемелевич Токаев продолжает проложенный Ельбасы путь в соответствии с девизом «Преемственность, справедливость, процветание». Наш народ прошел через многое, и то, что мы пережили в начале 20 века, легло в основу нашего независимого Казахстана. Мы достигли и самое главное смогли доказать и приумножить наш авторитет. Мы развиваемся, и это самая главная победа Казахстана. Ну а мы продолжаем экскурс в историю независимого Казахстана. Расскажем о знаковых событиях 2016 и 2017 годов. Чем они запомнились? Ну знаешь, Сергей, в первую очередь проведением экспо в нашей стране, а еще объявлением о начале конституционной реформы. Часть своих президентских полномочий Нурсултан Назарбаев передал парламенту и усилил самостоятельность правительства и органов местного самоуправления. А то, что еще происходило в это время в стране в нашем традиционном дайджесте. В столице прошла международная специализированная выставка Экспо-2017. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Ее посетили почти 4 миллиона человек, хотя изначально ожидалось вдвое меньше. 15% посетителей были иностранными туристами. В ходе организации выставки больше 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получали заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге. Заметное оживление наблюдалось и в туристическом секторе Казахстана. Спрос на услуги туроператоров повысился почти в два раза. Количество субъектов предпринимательства в столице увеличилось более чем на 10%. Налоги в городской бюджет от сферы услуг также значительно выросли. По итогам проведения выставки руководство и члены Международного бюро выставок дали высокую оценку Экспо-2017. Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Процесс перехода должен пройти поэтапно до 2025 года. В изначально предложенной версии алфавита широко использовались апострофы, что вызвало волну критики в обществе. Президент поручил устранить недостатки. И накануне 30-летия независимости страны национальная комиссия представила улучшенный вариант алфавита, состоящий из 31 основания. Мы вернемся к дню сегодняшнему. Беременные и кормящие женщины уже начали получать вторую дозу вакцины Pfizer. А первым компонентом привились почти 11 тысяч будущих мам. Медики призывают не отказываться от иммунизации. За два года пандемии ведущие специалисты выявили множество фактов негативного влияния коронавируса на организм беременной и плода. С подробностями Марина Золотарева. Карагандинка Алуа Дельбаева ждет третьего ребенка. В условиях пандемии к обычному для беременной беспокойству прибавился страх подхватить опасную инфекцию, говорит женщина. Поэтому первый компонент американской вакцины Pfizer Алуа приняла еще 1 декабря. Я для себя решила, что вакцина – это профилактика в первую очередь. Читала очень много информации, вакцина очень проверенная, она исследовалась за рубежом, поэтому я решила, что вакцина безопасная. Перенесла вакцину абсолютно очень хорошо, не было никаких побочных эффектов. Жанна Амирбекова – один из разработчиков клинического протокола диагностики и лечения COVID-19 у беременных женщин. Специалисты пересматривали его уже несколько раз из-за волнообразного течения инфекции, говорит акушер-гинеколог с 10-летним стажем. Болезнь опасна резким ухудшением состояния и осложнениями. Беременные женщины коронавирусную инфекцию переносили намного тяжелее. Осложнения, как артериальная гипертензия, сахарный диабет и со временем беременные женщины остаются хрониками. Были у нас случаи, мы и наблюдали, как бы внутритробная задержка развития плода, потому что нарушение плацентарного кровотока намного ухудшается, чем при здоровом течении. Вакцинация беременных является очень актуальной и она приводит к сохранению и легче течению у беременных. Беременных женщин прививают американской вакцины. По данным экспертов, Pfizer содержит не вирус, а генетический материал, который обеспечивает выработку специфических белков, защищающих от инфекции. Напомню, что Казахстан закупил больше 4 миллионов доз этой вакцины. Марина Золотарева, Сайран Акамбаев, Аслан Демизбаев, Караганда. Итоги дня. Что касается темпов вакцинации, то на сегодня первым компонентом привились больше 8 миллионов 850 тысяч казахстанцев. Второй укол получили почти 8 миллионов 300 тысяч человек. Это чуть больше 44% всего населения страны, что выше среднемирового показателя на 2%. В лидерах город Алматы, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. В аутсайдерах по-прежнему западные регионы. Сегодня в 22.30 смотрите эксклюзивное интервью внештатного советника президента Сума Чакрабарти. Он будет в гостях у автора ведущего программы «Национальный интерес» Ерлана Бихожина. Может ли Казахстан рассчитывать на скорое вступление в ОСР? Как долго продлится коронакризис и как часто СССР встречается с президентом Казахстана? О чем еще будут говорить студии «Национального интереса» прямо сейчас. Юрист и экономист с мировым именем, кавалер рыцарского креста, бывший банкир и настоящий реформатор. Сэр Сума Чакрабарти в студии «Национального интереса». Первый иностранец, который занимает сразу две высокие должности в Казахстане. Заместитель председателя Высшего совета по реформам и внештатный советник президента страны. Ответит на самые острые вопросы Ерлана Бихожина. В эксклюзивном интервью о работе правительства Казахстана, на социальных обязательствах республики и главное о том, как и когда государство выйдет из экономического кризиса. На ваш взгляд, на какой стадии экономического кризиса мы сейчас находимся и какие нужно нам предпринять меры, чтобы максимально безболезненно пройти этот путь? Если посмотреть на ту же позицию Международного валютного фонда, они видят, что регион растет. Например, в прошлом году прирост составил 3,3%. Министр национальной экономики Казахстана считает, что это пессимистичные прогнозы. Он считает, что приход составит 3,6%. Поделился независимым мнением о чрезмерном присутствии государства в экономике Казахстана и о том, стоит ли сокращать его влияние. Если ответить коротко – да. Думаю, государство должно больше отзывать самого себя из экономики и дать большее пространство для частного бизнеса. А также рассказал о личных контактах с главой государства. Я советник, я даю ему советы, я чувствую себя вольно, давая ему советы и одновременно я слышу от него честные ответы – да или нет. Ваш президент любит дискутировать и он всегда воодушевляет меня на открытый разговор. И это весьма интересные отношения. Полную версию интервью с сэром Сумой Чакрабарти смотрите в программе «Национальный интерес» с Ерланом Бекхожиным в 22.30 в эфире телеканала «Хабар». Сабин Рахимбай. Итоги дня. Три года будет у казахстанцев для того, чтобы оформить ипотеку в отбасы банки за счет депозита с использованием пенсионных денег. Правила утвердили в Мининдустрии. Напомню, 16 декабря часть пенсионных накоплений люди смогут перевести из ЕНПФ на депозит от басы банка. А сегодня представители министерства разъяснили, что будет с вкладами тех, кто не успеет оформить заем в отбасы банки в трехлетний срок. Эти деньги вернутся в ЕНПФ обратно, если в течение трех лет не будет оформлен жилищный заем. Потому что деньги ЕНПФ, это пенсионные деньги, это наши с вами деньги. Они должны быть целевые, использованы. То есть оно не должно просто так на депозите где-то у кого-то лежать. Между тем, строительный бум отмечается в Балхаше. Только в декабре новое жилье получили 146 семей. В этом году тут возвели 16 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше, чем в прошлом. Недавно началось строительство двух 45-ти квартирных домов. Еще два дома на 90 квартир по программе Нурлыжер тоже готовят к сдаче. Сейчас в очереди на получение жилья стоит 1600 горожан. Поэтому в следующем году планируют построить уже 20 тысяч квадратных метров. Сейчас объем строительства достиг 16 тысяч квадратных метров. Один-два года назад выстроили в два раза меньше. Сейчас средства выделяются из бюджета, привлекаются частные инвестиции бизнесменов. Мы хотим продолжить эту практику. Торговая сеть «Магнум» расширяет границы. Известный казахстанский ритейлер вышел на рынок Узбекистана. В Ташкенте открыли первый гипермаркет «Магнум». Теперь у местных жителей есть возможность покупать качественные товары. Из Казахстана, Бразилии, Италии, Китая, Колумбии, США и Турции по доступным ценам. Подробнее материально нашего корреспондента. Это первый гипермаркет «Магнум» в Узбекистане. Открытие казахстанской торговой сети стало знаковым событием для жителей Ташкента. Это и неудивительно, поскольку качественная продукция стала еще доступнее. В Восток славится культурой покупок. Прелесть Восточного базара – это горячие лепешки, изобилие фруктов и овощей, которые можно и нужно выбирать самому. Это традиция – закупать продукты на большую семью. И, конечно, особое умение покупать по лучшей цене. Поэтому «Магнум» Узбекистан сохранит и приумножит эти традиции благодаря тому, что мы объединяем наш опыт и используем лучшие в мире технологии ритейла. Вместе с «Магнум» на рынок Узбекистана выходят и казахстанские производители. К примеру, в гипермаркете можно найти свежее мясо от проверенных отечественных поставщиков, имеющих сертификат «Халал». Казахстанская мука, казахстанские макароны, шоколад, конфеты, печенье – всеми известные и любимые торговые марки казахстанцев. Теперь эти торговые марки и товары доступны для узбекистанцев. Сейчас в компании работает более 500 человек. 400 человек – это персонал магазина, в основном это граждане Узбекистана. В головном офисе, где присутствуют маркетологи и коммерсанты, есть граждане Казахстана, которые работали из «Магнума» и редислоцировались сюда. К слову, у компании масштабные планы по расширению. До конца года ожидается открытие еще одного магазина в столице Узбекистана. Айгуля Монтаева, Мирюер Джакан, Санжар Шатулягянов и Тугиня, Узбекистан, Ташкент. Определился победитель первого экологического реалити-шоу «Эко-Мекен». Его главная цель – показать красивые места нашей страны и привлечь внимание к экологическим проблемам. Так, 18 участников-экоактивистов из разных уголков Казахстана преодолевали препятствия под прицелом видеокамер в течение трех месяцев. Боролись они за главный приз – 10 миллионов тенге и возможность реализовать свой собственный экологический проект. Три месяца испытаний на прочность участникам пришлось доказывать, что они выносливые и находчивые. Съемки проходили в самых разных туристических местах Казахстана. В каждом выпуске акцент был сделан на проблемах окружающей среды. Министерство экологии и геологии природных ресурсов оказывает полную поддержку данного мероприятия. Мы считаем, что это одно из нужных на сегодняшний день акций и мероприятий, которые направлены к экологическому культуру, на экологическое воспитание. В финале проекта «Трое» главный приз в размере 10 миллионов тенге достался 34-летнему экоактивисту из Туркестанской области. Мы устанавливаем контейнеры и эко-боксы на территории объектов, которые с нами работают. Это многоквартирные жилые дома, объекты малого и среднего бизнеса, магазины, кафе. И теперь все, что они выбрасывают в наши контейнеры, раздельно утилизируют, мы выкупаем и фактически они нам продают свои отходы. 5 миллионов тенге и почетное второе место получила Ботокос Садибекова из Алматы с проектом по переработке отходов текстиля. Третье место занял Сергей Тандеев из Талдыкургана. Этот проект «Эко-реалити-шоу» является как раз драйвером, чтобы население, чтобы общественность обратила внимание на проблемы переработки отходов. У нас есть все природные зоны, субтропика и тропика, пустыни есть, во всех этих 14 выпусках видели. Также в рамках финала телевизионного шоу были отмечены лучшие экологические инициативы и проекты года. Статуэтки первой экологической премии получили экоактивисты из Алматы, Тимиртау и города Костаная. Татьяна Ковалева, Каната Абильдин. Итоги дня. И в завершении выпуска на минувших уходных в казахстанском спорте были подведены итоги уходящего года, а также определены лучшие в разных номинациях. Подробнее об этом в традиционном блоке новостей. В столице состоялась церемония вручения национальной спортивной премии «Алтенцамгау-2021». Национальный олимпийский комитет подвел итоги спортивного года, приуроченный 30-летию независимости Республики Казахстан. В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» болельщиками были выбраны четыре победителя в зимних и летних видах спорта. Обладателями премии стали призер Олимпиады в Токио и чемпион мира боксер Сакен Бибасынов и призер Олимпиады и чемпионата мира по карате Софья Бирульцева, а также призер этапов Кубка мира по шортреку Денис Никиша и призер чемпионата мира по фристайл Могулу Юлия Галышева. В номинации «Лучший тренер» были названы старший тренер команды Казахстана по боксу и личный наставник Сакена Бибасынова Марзагали Айджанов и главный тренер команды Казахстана по шортреку Мадагали Корсебеков. Премия в номинации «Прорыв года» присуждена молодому каратисту Нурканату Ажиканову, который отметился двумя бронзовыми медалями на недавнем чемпионате мира. Звание команды года завоевала сборная Казахстана по футзалу, которая в этом году сенсационно добилась выхода в полуфинал чемпионата мира. Думаю, что да, потому что они просто нехорошие команды, но просто я думаю, чемпионат мира, мы очень много эмоций отдали казахстанцы людей, поэтому после этого эмоций, которые не знали футзал, больше знают футзал сейчас в следующий год, в оружии есть и евро впереди, и мы будем бороться за эту медаль. И на этом у нас все. Смотрите итоги дня, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, оставляйте комментарии. Ведь ваше мнение важно для нас, а чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик.